Добрый день, уважаемые зрители! С вами Оксана. Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о таком прекрасном растении, как дихондро, а точнее дихондро серебристый водопад. Это оригинальное вечно зеленое растение, которое произрастает в тропических и тропических районах Азии, Австралии, а также Северной Америки. Дихондро из рода вьюнковых относится к кампельным многолетним декоративно-лиственным лианам. Ценится за свою декоративность и еще дихондро растет там, где не растет никакая трава. Это одно из ее свойств, неприхотливости. В природе стебли могут достигать до 6-7 метров, но в оккультуривании они достигают 1,5-2 метра, если выращивать ее как ампельное в подвесном кашпо. Побеги легко могут укореняться и создавать тем почвокровность. Ползут по поверхности земли. Там, где они соприкасаются, они начинают самостоятельно укореняться. Растение выползает дальше. Вот здесь может быть лучше видно. И когда доходит до края горшочка, стебли спускаются вниз. Особенности серебристой дихондры в том, что она в затененных местах растет более интенсивнее, более сильнее. Цветет растение мелкими, желто-зелеными цветами, и их едва заметно. И они не дают ей декоративности, не придают. Собственно, почему я и сняла сегодня это видео. Оказывается, моя дихондра цветет. Я с трудом это заметила. Сейчас я найду и покажу то, о чем я говорю. Вот они. Цветы. Видно? Вот. Два с половиной, три миллиметра сам цветочек. Такой прям крошечный. Сейчас вот она у меня цветет. Это я обнаружила совсем случайно. Так бы и не догадалась. Тихондру можно выращивать в комнатных растениях, в подвесных кашпо, балконных кашпо. Также часто используют в саду, как декоративная лиственная, как стелющаяся. Но надо учитывать тот момент, что она не зимует. При температуре плюс 10 растение погибает. Поэтому осенью его надо заносить в дом, а весной вы уже его обрезаете, омолаживаете и обратно высаживаете в сад. В горшке растение растет долго. Здесь у меня было посажено три сеянца, небольших саженца. Вот за четыре месяца она вот так разрослась. Плетьи уже достигли примерно на вскидочку 60-50 сантиметров. То есть растет довольно-таки активно. Размножается черенками, отводами и семенами. Черенками это делать довольно-таки просто. Достаточно просто отрезать стебель примерно 6 сантиметров. Давайте найдем подходящий. Вот берем нашу дихондру, выбираем любой стебелечек, какой нам понравился и режем. Поставить его нужно в водичку. Можно сразу в землю заглубив на 3 сантиметра и сделать тепличку и пролить стимулятором корнеобразования. Но я делаю это через водичку. Ставим в водичку. Корешки появятся довольно быстро, в течение недели. И тогда растение будет уже готово к высадке в земляной субстрат. Также, сейчас немножечко уберу, чтобы не мешало. Также растение размножается отводками. Что это такое? Показываю. Рядом с материнским растением ставится емкость с землей. Здесь резать ничего не надо. Берется опять ветка. Такая, как нам нужна, либо понравилась материнская. Выбираем. Немножечко, может, надо распривить. Так как на улице ветрено, она находится у меня на улице все лето. Плите имеет такое смысл, как запутываться. Приходится надо ее распутывать. Выбираем столько, сколько нам надо, сколько мы хотим. Допустим, вот так. Можно что сделать? Присыпать землей. А можно использовать вот такие вот нехитрые приспособления в виде шпилек. И просто наши отросточки разложить на грунте. И вот таким способом выпрыгивает. Таким способом придавить к земле, тем самым сделав контакт, скажем так, с землей. Со следующим побегом делаем то же самое. Опять-таки, столько, сколько нам надо. Больше-меньше, это уже в зависимости от ваших потребностей. Мне много не надо, потому что мне ее некуда девать. И вот таким методом нужно, я еще раз повторюсь, присыпать землей. В пазухах между листьями будут появляться корешки, которые сами будут при контакте с землей укореняться. Пройдет примерно неделя, полторы. И наше растение пустит самостоятельные корешки. И тогда мы уже можем его отсечь от материнского. Вот таким вот образом. Здесь важно не тревожить само материнское растение, чтобы плети не слетели с наших укреплений, скажем так. Ну, это уже в моем случае немножко сложнее, но попытаюсь. Попытаюсь. Не тревожить. Ну, естественно, проливаем либо просто теплой водой, либо стимулятором корнеобразования. Что еще по поводу дихондры можно сказать? Как ухаживать за дихондрой? Растение неприхотливо и не требует особых усилий при уходе. Чтобы придать ей форму, ее следует ежеводно обрезать. Оптимальная температура для дихондры в период роста это 17-26 градусов. Будет вам благодарна за опрыскивание. Полив нужен обильный, но во избежание застоя влаги. С этим нам поможет исправить хороший дренаж внизу горшочка. Так как у дихондры корневая система поверхностная, поэтому верхний слой земли должен быть всегда влажным. Поверхностная корни не глубокие, как мочалочка, стелется по верху. Глубоко в кашпо. Они не уходят. Подкормки в период вегетации два раза в месяц комплексным удобрением для декоративно-лиственных я использую. Зимой подкормки прекращаются. Пересадка дихондры. Часто в пересадке нет нужды. Только по мере необходимости. Когда наша дихондра полностью заполнит земляной ком корешками, тогда ее следует пересадить. Дихондра отличается устойчивым иммунитетом к заболеваниям и вредоносным насекомым. Очень редко она поражается. Иногда бывает это тля. Растет практически в любых почвах. К составу почвы особых требований нет. Можно использовать готовые универсальные грунты. Главное, чтобы смесь хорошо дышала. Для этого мы разбавляем песком, вермикулитом. А вроде бы сказала все. Если что-то забыла, пишите, спрашивайте, отвечу. С вами была Оксана. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok